Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Форсаж 4. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-код в описании. Безумный Макс. Дорога ярости. Преследуемый призраками беспокойного прошлого, Макс уверен, что лучший способ выжить – скитаться в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре, под предводительством военачальника Фуриосы. Они пытаются сбежать из цитадели, страдающая тиранией несметного Джо, у которого они забрали кое-что очень ценное. Разъяренный военачальник бросает все свои силы на погоню за мятежниками, вступая на дорогу войны, дорогу ярости. Нитв Спид. Жажда скорости. История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика Энди Кар, Дина Брюстера. Когда дело Тоби наконец-то начинает идти в гору, Дина подставляет партнера, и Тоби обвиняет в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым. После того, как Доминик и Брайан побывали в Рио, где они ограбили и свергли империю вора в законе, их команда получила 100 миллионов, и наши герои оказались разбросаны по всему миру, но их привычка вечно жить в бегах не дает им покоя. Между тем, Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных наемников-водителей по 12 странам. Единственный способ остановить эту криминальную группу – это превзойти их на улицах. Поэтому Хоббс просит Доминика собрать его элитную команду в Лондоне. За это он обещает полное помилование для Доминика и его друзей, чтобы они наконец смогли вернуться домой, к своей семье. Сенна – документальный фильм об одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1, о великом спортсмене и человеке, который мог творить настоящие чудеса на гоночных трассах и оставаться при этом человеком с большой буквы. Смертельная гонка Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. Вместо того, чтобы выпустить его на свободу, тюремщики заставляют его вместе с самыми отъявленными преступниками участвовать в кровавом состязании. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на земле. Тайной фортаж Токийский дрифт Шон Боссуэл – одинокий парень, который хочет казаться профи уличных гонок. Он бесшабашно гоняется по улицам города, пытаясь убежать от жизненных невзгод и наживая себе врагов среди местных властей. Когда Шону грозит тюрьма, его от греха подальше отсылают к отцу, профессиональному военному, который служит на военной базе в Японии. В незнакомой стране, живущей по своим законам, Шон чувствует себя еще большим изгоем. Однако вскоре его американский приятель Твинки знакомит его с миром подпольного дрифтрейсинга. Раньше Шон тупо гонялся по улицам, а здесь перед ним открывается целый мир своеобразного искусства, из металла и резины, дороги которого оказались невообразимо крутые на поворотах. Тачи Неукротимый в своем желании всегда и во всем побеждать, гоночный автомобиль Молния Маккуин вдруг обнаруживает, что сбился с пути и застрял в маленьком захолустном городке Радиатор Спрингс, что находится где-то на трассе 66 в Калифорнии. Участвуя в гонках на Кубок Поршня, где ему противостояли два очень опытных соперника, Маккуин совершенно не ожидал, что отныне ему придется общаться с персонажами совсем иного рода. А это, например, Салли, шикарный Порше 2002 года выпуска, Док Хадсон, легковушка модели Хадсон Харнетт, 1951 года выпуска, или Метр, ржавый грузовичок-экскаватор. И все они помогают Маккуину понять, что в мире существуют некоторые более важные вещи, чем слава, призы и спонсоры. Перевозчик Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес, перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и делает свою работу быстро и качественно. Недостатка в клиентах нет, ведь он всегда неукоснительно соблюдает три правила – не меняя условий сделки, не спрашивая никаких имен и никогда не заглядывая в багаж. Но однажды, перевозя груз клиента по имени Уолл Стрит, Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится. Впервые за все время Мартин нарушает правила, заглядывает внутрь пакета и обнаруживает там красивую женщину, которая оказывается дочерью видного китайского мафиози. Форсаж Его зовут Брайан, и он – фанатик турбин и нитроускорителей. Его цель – быть принятым в автобанду легендарного Доминика Торетто, чемпиона опасных и незаконных уличных гонок. Но это лишь часть правды. Брайан также полицейский, имеющий задание войти в доверие к Торетто, подозреваемому в причастности к дерзким грабежам трейлеров, совершенным прямо с колес. Но чем больше доверяет нахальному новичку харизматичный Доминик, тем больше проникается герой идеалами ангелов дорог, и тем меньше ему хочется выполнять свою миссию. И вот наступает момент, когда Брайану придется выбирать между дружбой и долгом, и выбирать на скорости в 200 км в час. Угнать за 60 секунд Что можно успеть за 60 секунд? Выпить чашечку кофе. Но только один профессионал в мире, легендарный вор по кличке Мэмфис, может за считанные секунды угнать любой автомобиль. Однако на этот раз ему предстоит сделать невозможное. Чтобы спасти своего брата, Мэмфис должен за одну ночь угнать 50 первоклассных машин. Чтобы вырваться из двойного капкана мафии и полиции, он должен следовать одному принципу – не останавливаться. Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok